В торце дома возле станции метро Холодная гора несколько лет стоял небольшой киоск Кулиничи. Местные жители рассказывают, в начале лета мав снесли и на этом месте развернулась большая стройка. Он нам особо, так сказать, не мешал. А тут был на этом месте, у нас были зелёные цветы, деревья, которые не уничтожили дерево. И все цветы убрали, кустарники поубирали. Теперь окна первых двух этажей выходят на стены по стройке. Она расположена в двух шагах от дома. Жильцы переживают из-за производства, отходов и посетители будут круглые сутки сидеть с закрытыми окнами. А тут запах и стоял, даже когда были маленькие кулиничи, здесь страшный запах стоял. И они собираются работать 24 часа в сутки. Представляете, какой тут будет шум и гам, и музыка. Как только местные жители заметили постройку, решили проверить её законность. В ведомствах отрапортовали. Официального разрешения на постройку нет. То, что нам известно, то, что мы давали запросы, здесь у них нет разрешения на строение от архитектуры. Не давалось им разрешение на подключение к коммунальным сетям. Это один момент. И разрешение, в принципе, согласия жильцов, потому что очень близко находятся к дому. За последний месяц местные активисты не единожды организовывали собрание. Оказалось, незаконная постройка недовольны жители всей округи. Я считаю, обязать застройщика это ликвидировать. Других вариантов нет. Никаких доварников не должно быть. Должно идти всё согласно законодательству. На днях жильцы обратились к местным чиновникам за помощью. Депутат городского совета Дмитрий Маринин рассказал местным жителям, что взял ситуацию под личный контроль. Вот лично для меня, да. Народный депутат он будет, царь, бог. Я ему сказал, если тебе люди сказали снести, то ты снесёшь. Если ты не снесёшь, мы тебе поможем. Поэтому я ему дал время, неделю, для того, чтобы он начал разбирать эту конструкцию. По словам Маринина, владелец постройки пообещал приехать к жильцам для урегулирования конфликта. Местные жители отмечают, с ними уже пытались договориться и раньше, но на компромисс они идти не собираются. Мы вам выложим камешками тропинку, посадим там эти цветочки и эти мусорки перенесём чуть-чуть дальше. Вместо этого вот вы помолчите. Короче говоря, просто нам вешали лапшу на уши. Ирина Антонюк, Дмитрий Герасимов, медиагруппа «Объектив».